Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Скорее всего, вырастет, но в разумных пределах. В мэрии рассмотрели возможность повышения цены на проезд в общественном транспорте. Единственный святой источник в Барнауле может стать источником заражения. Ученые провели экспертизу жидкости. Расскажем подробности. Жители Новомихайловки возмущены ростом тарифов на холодную воду. Они уверены, столько она не стоит. Начнем выпуск с долгожданной новости. Свою работу возобновили кинотеатры, театры и концертные залы региона. «Зеленый свет» учреждения культуры и искусства получили накануне, после того, как губернатор внес поправки в коронавирусный указ. Естественно, сохраняются и ограничения. Например, в кинозалах может находиться не более 50% зрителей. Рассадка в шахматном порядке. То же самое касается и концертных залов, дворцов культуры. При этом не допускается использование стоячих мест и танцполов. Также, наконец-то, болельщики смогут вернуться на спортивные мероприятия. Правда, трибуны будут заполнены не больше, чем на четверть. Разрешено посещение плавательных бассейнов. До этого их могли посещать только спортсмены, входящие в состав спортивных команд «Края». Кстати, на совещании, которое накануне провел Виктор Томенко, было решено, что региону рано переходить на новый этап снятия ограничений, несмотря на то, что уже открылись те же бассейны или кинотеатры. Специалисты напомнили, что при снижении количества новых случаев заболевания в «Крае» остается много ковидных пациентов в тяжелом состоянии. На сегодняшний день их 116. На аппарате ИВЛ 33 человека. Добавим, что за сутки в «Крае» выявили 62 новых случая заражения. Умерли 5 пациентов с диагнозом COVID-19. За все время пандемии более 350. Таким образом, общее число заболевших новой инфекцией – 11 970 человек. Большинство из них уже выздоровели. Около тысячи жителей региона продолжают лечение. А между тем, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Накануне к ней присоединился и губернатор Виктор Томенко. Решил на своем примере показать, что в период пандемии и коронавируса стоит избегать других сезонных заболеваний – ОРВИ и гриппа. Прививка – одна из мер профилактики. Момент вакцинации он отметил в своем инстаграм-аккаунте. Напомним, всего в «Крае» планируют привить 60% жителей. По мнению медиков, это поможет с меньшими рисками пережить ожидаемую эпидемиологическую волну. Продолжим. Жилье в Барнауле может подорожать на 30% из-за повышения сейсмичности. Об этом сообщили застройщики после выхода в свет постановления федерального правительства, в котором неожиданно повысили баллы сейсмичности для 15 регионов, в их числе и Алтайский край. Как это может отразиться на строительном бизнесе, который без того трясет – в нашем сюжете. Хотели как лучше. Президент страны поручал снизить бюрократизм в строительной сфере. А получилось, как всегда. У 15 регионов пересмотрели карту сейсмичности. В Алтайском крае, как решили федеральные эксперты, риск серьезных землетрясений повысился. Сейсмичность в Барнауле с 6 подняли до 7 баллов. В связи с этим есть необходимость пересмотреть конструктивные расчеты зданий в сторону увеличения армирования большинства строительных конструкций. Это фундаменты, колонны, перекрытия. Следовательно, это приведет к увеличению себестоимости строительства. Сегодня активно обсуждается в научном и профессиональном сообществах, что карты ОСР-2016, включенные в новые строительные правила, имеют ряд нарушений по вопросам их обоснованности. Есть вопросы? Заказывайте свою экспертизу. Это предложение правительства. Но у региона уже есть результаты экспертизы 2006 года. Тогда федеральный центр тоже пытался поднять уровень сейсмичности в крае. Но ученые показали, что Барнаул, Новоалтайск, Крупцовск, Бийск расположены в местах, где землетрясение выше 6 баллов невозможно. Но с годами, уверяют специалисты, меняется не только климат. Землетрясения довольно регулярно, правда они незначительные. Но эти землетрясения происходят как бы в границах Бийско-Барнаульской впадины. Такая есть классификация. И вот если посмотреть, то землетрясения то в Троицке произойдут, то в Валейске, то в Сузуни, то в Ребрихинском районе. И в какой-то мере, наверное, правомочная вот эта озабоченность, что в таких условиях надо строить более основательно, надежно. И все же нынешнее решение, несмотря на сомнения некоторых ученых, строители тоже будут оспаривать. Мы как от Союза строителей подготовили письма на администрацию края, чтобы как бы те обратились в правительство о приостановке данного решения. Пока прогноз такой. Постановление, если останется в силе, может повлиять только на те объекты, которые еще в перспективе на строительство. А вот если ваш проект уже получил разрешение, пожалуйста, возводите по старым правилам и не бойтесь 7 баллов. Тут же парадокс, он сам собой напрасно. Почему одно можно, а другое уже нельзя, да, вот в таком плане. Там даже такие примеры приводились, что вот они как карту разделили, эти научные наши деятели, которые бы протолкнули это постановление, что некоторые деревни попали, что полдеревни одна сейсмика, полдеревни другая. Ну, это анекдот как бы. Если новые правила не отменят, то цены на жилье в будущем поднимутся. Про востребованные кирпичные новостройки высотой даже в 6 этажей можно будет забыть. Ведь потрясение от системы эскроу счетов и пандемии строительный бизнес только-только пережил. А здесь новый толчок в 7 баллов. Татьяна Голубева, Андрей Дреир, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком. Барнаульский водоканал подтвердил, канализационный колодец на проезде Канатном в Барнауле неисправен и может загрязнять нечистотами окружающую территорию, в том числе Свято-Никольский родник. Напомним, в понедельник мы показывали сюжет о том, что единственный в городе святой источник может стать источником заражения. После выхода материала к роднику проявили интересы ученые. Они сделали анализ воды. За научными исследованиями наблюдал Илья Кочетков. Эти кадры были сделаны несколько дней назад. Настоятель Свято-Никольского источника забил тревогу. Прямо над родником то и дело разливаются канализационные стоки, угрожая загрязнением. Сюжетом заинтересовались и в краевом отделении Русского географического общества. Начиная с весны, его специалисты, ученые-географы, впервые в истории края подробно исследуют алтайские родники. Одна из задач – выяснить, все ли источники, в том числе святые, полезны для здоровья. Свято-Никольский исследовали одним из первых еще в начале весны. Результаты были настораживающими. Когда мы брали анализ весной, в пробах воды мы обнаружили нитраты. Они превышали длиннодопустимую концентрацию. То есть то, что допустимо для питьевой воды. Сейчас у нас наша лаборатория позволяет сделать качественный анализ присутствия или отсутствия биологического загрязнения. Насколько свежие, так сказать, стоки повлияли на качество воды из святого источника, ответить должна наука. Называется тест на перманганатную окисляемость. То есть он показывает, в принципе, ну, косвенно показывает попадание этих биогенных веществ в воду. Ждем, пока сработают реагенты. А к роднику тем временем подтягиваются люди с канистрами. А давно набираете здесь воду? Два года уже как. А для чего используете? Для солонины. И как солонина? Нормально. Лучше, чем с трассы. Хлорки нет. Хлорки может и нет, но абсолютно чистой воду назвать тоже нельзя. Мы сейчас сделали небольшой короткий анализ, который такой в экспресс-варианте. В принципе, он показывает, что здесь есть поступление каких-то загрязняющих веществ, они присутствуют. Но концентрация не такая уж и большая. То есть нельзя сказать, что это критические значения, что надо закрывать источник, скажем, для водопользования. То есть присутствует. В принципе, надо разбираться. Вода из этого источника отправится в лабораторию для более детального анализа. Ученые говорят, родники, из которых регулярно пьют воду, нужно и проверять регулярно, чтобы при первых же признаках сильного загрязнения ограничивать доступ к ним людей. Иначе может повториться ситуация двугодичной давности. Тогда, попив воды из Свято-Никольского, получили отравление сразу две семьи. Возможно, причиной отравления стал такой же, как недавно засор коллектора, расположенного выше по склону. В Барнаульском водоканале нас заверили, о проблеме знают и пообещали ее решить. На данном участке канализационной сети Барнаульским водоканалом на сентябрь 2020 года запланированы ремонтные работы. В данный момент уже начались работы по ремонту колодца. Принятые меры позволят решить проблему, возникшую по проезду канатному. Настоятель родника говорит, починить коллектор коммунальщики обещают уже много лет, но надеются, что на этот раз они сдержат слово. Потому что иначе новое отравление – это вопрос времени. Ведь воду из Свято-Никольского, по его подсчетам, каждый день набирает несколько десятков человек. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. День с толком. Следующий сюжет тоже о воде. Правда, льющийся из-под крана. Жители Барнаульского поселка Новомихайловка обратились к нам с жалобой на резкий рост тарифов на холодную воду. Почти 90 рублей за кубометр ила и песка. Качество воды, по словам жителей, оставляет желать лучшего. В проблеме разбирался Никита Ермаков. Песок, железная крошка, грязь. За такую воду жители Новомихайловки уже месяц платят по повышенному тарифу. Единственное спасение, говорят, самодельные фильтры из салфеток. За каких-то там, да, несколько. Ну вот, смотрите. Вот она. То есть на ваших глазах мы ее одели. Оксана – одна из активисток поселка. Рассказывает, вода практически непригодна для питья. А теперь и стоит, стала как целебная. В прошлом месяце цена за кубометр подскочила в 4 раза. В платежках сельчан теперь значатся цифры в 5, 6 и даже 7 тысяч рублей. Тарифы нам подняли с 1 июля. С 1 июля платить мы начали. 89 рублей 54 копейки. Но качество воды лучше не стало. Мы платим за услугу питьевая вода. Соответственно, должны получить воду, которую дополнительно нельзя, не нужно, не очищать. То есть она уже подходит для пищи, пригодна. Наша вода сейчас непригодна для питья и для пищи без каких-то дополнительных очистных. За разъяснением ситуации мы обратились в Росводоканал Барнаул. Ответ получили письменный. Новые тарифы на воду законны, пояснили нам, одобрены управлением края по регулированию цен и тарифов. Кстати, на обслуживание по концессии водоканал принял весной этого года не только Новомихайловку. В комментарии нам сказали, за 2-3 года привести в порядок обвешалое хозяйство поселка невозможно. Соглашение предусматривает модернизацию систем водоснабжения в течение 10 лет. На период действия концессионного соглашения планируется увеличить финансирование на работы на территории поселка. Предусмотрено строительство станции обезжелезивания и демонганации, а также реконструкция артезианского водозабора. Кто не давал им ремонтировать, налаживать, еще что-то делать, то есть вкладывать деньги. По сути, получается, вышки построил завод «Кристалл». Водопровод мы прокинули сами. По улице все сами. Где вложения-то? Если получаешь прибыль, должны же быть какие-то вложения. За 30 лет работы башни немножко подизносились. У Эта, например, из трех поддерживающих тросов двух уже нет. Основание подмывает, а труба из скважины в колонну рискует упасть под собственным весом. Исходя из ответа водоканала, модернизация в Новомихайловке начнется после проведения там всех необходимых обследований. Но ведь жителям платить по новым тарифам приходится уже сейчас. Конечно, компенсации им обещают. Правда, они в сравнении с суммами в платежках совсем незначительные. К слову, с подобной ситуацией столкнулись и другие жители края. К примеру, в Озерках Тальменского района после передачи сети частникам по подобному соглашению сельчане даже вышли к местной администрации. Прибегать к подобным мерам в Новомихайловке не планируют, но просят начать работы по модернизации как можно раньше, чтобы понять, за что им приходится платить. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком. Цена за билет в общественном транспорте может возрасти. После обращения пассажироперевозчиков этот вопрос обсудили на заседании Координационного совета города по ценообразованию. Напомню, перевозчики уже не первый раз в этом году обращаются в мэрию с просьбой поднять цены на проезд до 27-33 рублей в зависимости от вида транспорта. Аргументы приводят, уже полтора года стоимость не повышали, между тем цены на обслуживание транспорта и ГСМ растут. К тому же необходимо обновлять автобусный парк, платить зарплаты водителям и сотрудникам. Много есть различных осуждений, что сколько бы тариф не повышали, транспорт все время старый. Но почему-то никто не заметил, когда Барнаул пассажироперевозчиков пригнал 100 автобусов в течение двух лет. Они все были новые, но про них никто не сказал. Координационный совет и глава Барнаула Вячеслав Франк доводы пассажироперевозчиков услышали. Франк считает, что увеличение цен должно произойти, но не столь значительно, как предлагается. Он поручил найти средства из бюджета города, чтобы субсидировать и покрыть часть расходов пассажироперевозящих предприятий. Сейчас ведется работа по проработке вопроса о повышении цен. Повышение одобрено, но это уже не о ценах на проезд. Барнаульские депутаты проголосовали за увеличение зарплат своих коллег. И мэр там первый в списке. Сегодня прошло первое очное заседание Городской думы. Прошло тихо и почти без споров. Анастасия Дороган продолжит. Без общественников и активистов в почти пустом зале депутаты в шахматном порядке, кто в маске, а кто и нет, впервые собрались очно. И раскачиваясь, решали важные городские вопросы. Председатель Гурдумы Галина Буевич сразу предупредила, повышать зарплату мэру и не только будут из-за постановления вышестоящих властей. Вопрос об увеличении на 3% денежного вознаграждения главе города Барнаула и депутатам на постоянной основе. Но у нас таких депутатов четверо. Впрочем, некоторые посчитали, что выбор у городских депутатов все же есть. Может быть, в этом году даже символически хотелось бы, чтобы мы воздержались от такого решения. Хотя по факту, я считаю, что, например, та же оплата труда мэра недостаточно высокая. Был период самоизоляции, граждане находились дома, а муниципальные служащие находились на рабочих местах. Денежный вопрос на этом не закончился. Депутаты внесли изменения в бюджет города на этот год, увеличив дефицит. Теперь он составляет 685 миллионов рублей. По прогнозам, из-за пандемии казна недополучит почти 400 миллионов доходов. При общем увеличении расходов на нацпроекты уменьшат траты на сферу ЖКХ, культуру и спорт. И на этом фоне важной корректировкой стало выделение крупной суммы на достройку детсада в квартале 2006А, где сменили застройщика. Была проведена повторная государственная экспертиза, которая подтвердила удорожание работ по строительству. Предлагаем увеличить расходы городского бюджета на 25 миллионов рублей. Еще одна наболевшая тема. Депутаты утвердили компенсацию для жителей поселков Центрального района и Новомихайловки на воду, конкретно на полив. С каждого куба будут компенсировать разницу тарифа в 89 рублей и предельной платы в 22 рубля. И еще одна хорошая новость. Накануне Дня города депутаты одобрили кандидатов на поощрение. Двум людям присвоят звание «Почетный гражданин». Еще пятерым вручат знак города Барнаула. Празднование, напомним, будет 19 сентября. Анастасия Дроганикова, Шелкодин с толком. Раздражают по вечерам прохожих, совершенно не думая о спокойствии окружающих. А ближе к ночи еще и мешают людям заснуть. Речь о шумных водителях, которые любят погонять вечернее и ночное время. Почему в последнее время их стало больше на дорогах? И почему на таких автолюбителей никак не найдется управа? Выясняла Ирина Корчагина. Люди отдыхают так, катаются. Высокий уровень тестостерона, позерство или глухота. Сложно сказать, что движет людьми, которые так отдыхают и катаются. Любители порычать устанавливают нестандартные глушители, так называемые прямотоки, что делает их машина и мотоциклы очень громкими, заметными, особенно в ночное время. Согласен, да. Можно было бы и потише. Но в целом, вот в такое время, до 11, до 12 можно. Как вы думаете, это привлекает девушек? Не знаю, честно. У меня такого нет. Я думаю, уже нет. Ну вот автобусы, которые ездят, тоже громкие, не? Артем и Сергей ностальгируют. Еще 20 лет назад вечерняя жизнь в Барнауле казалась им гораздо размереннее. Не было такого количества машин. Люди как бы были, ну не такие толстые, как сейчас вот допустим, были худые, нормальные люди были. Нормально, спокойно, все куда-то шли там, постепенно эти жигули ехали, никому не шумели. Просто сидишь на лавочке, они проезжают. Вот сидим, разговариваем, даже не слышно, вот неприятно. Не интервью дать, ничего даже вот так. Но вас раздражает. Очень даже, да. Ежедневно, чтобы Артем и Сергей могли услышать друг друга, сотрудники ГИБДД измеряют шум автомобилей в городе. Все, что выше 96 децибел, уже не норма. Составляется административный материал, водителю выписывается штраф в размере 500 рублей. Всего за этот год составлено 69 административных материалов за превышение шума. Депутат Госдумы от Краснодарского края на днях вообще предложила лишать прав водителей, которые любят пошуметь на ночных улицах города. Ведь они осознанно идут на нарушение, осознанно что-то менять в своем автомобиле. Да и на самом деле копеечный штраф в 500 рублей никого не пугает. Ведь тюнинг выхлопной системы стоит в разы дороже. И станет ли кто-то из-за штрафа в 500 рублей менять свой глушитель, но это большой вопрос. В Крымом парламенте считают, что лишение прав слишком жесткая мера. Шуму и сду в пьяном виде нельзя поставить в один ряд. А вот пересмотреть сумму штрафа стоит. Я думаю, что законодатель федеральный должен при рассмотрении нового уже варианта КОАП, а он в этом году должен, по идее, в осеннюю сессию был принят, потому что обещали о том, что с 1 января 2021 года мы будем жить уже с новым кодексом административных правонарушений. Я думаю, что санкции, конечно, уже будут другие. Тогда, возможно, и Ленинский проспект будет не только гоночной трассой, но и местом, где можно сделать свой карман существенно легче. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком. Вопрос не в сумме, а в репутации. Министр спорта Алексей Перфилев заверил владельцев пострадавших на парковке у стадиона «Динамо» а в то, что ущерб после попадания краски на машины компенсирует. Напомним, мелкой бордовой крошкой краски автомобили покрылись в тот день, когда на стадионе «Динамо» бронировали дорожки. Проще говоря, покрывали их специальным спрей-слоем для защиты от повреждений. Вот только краска распылилась не только на территорию стадиона, и ответить за это придется подрядчику, объяснил министр спорта Алексей Перфилев. Мы с ним разговаривали только что. Он приедет в воскресенье, он будет делать разметку еще в понедельник, по погоде зависит. И после этого мы еще работу у него будем принимать. Никто, нормальные все люди, адекватные, никуда он не прячется. Он еще тут будет, может быть, заниматься объектами, поэтому имя дороже. Добавим, что в Крапинку теперь порядка 15 машин, и на мойке от напыления не избавятся. По оценке сотрудников автосервиса выход только один – полировка. Сумма в 5-6 тысяч рублей. Мы будем следить за развитием событий. Круг, треугольник и квадрат. Для этих представителей сильного пола это не просто геометрические фигуры, а форма их главного аксессуара – бороды. С каждым годом мода на бороду только растет. В связи с этим многие даже решаются на пересадку волос на лице. Накануне Всемирного дня бороды мы пообщались с одним из ее обладателей. Насколько бородачи сейчас популярны в Барнауле и для чего мужчинам борода, расскажет София Яценко. Этот крепкий парень следит не только за своим телом, но и за лицом. Почти год назад решил отрастить бороду. По его словам, она придает больше мужественности и брутальности. Изначально ходил постоянно с бородой, с небольшой щетиной, там по пару месяцев. А потом вдруг мне что-то захотелось попробовать, как у меня знакомые друзья ходили с бородой. Это все попробовать на себе. Еще в зал приходишь, тренироваешься, такой брутальный, становишься с бородой надутый весь. Забавно так получается, красиво. Даже на работе Артем не забывает ухаживать за своим главным аксессуаром. Наносит масло и передает форму расческой. Кстати, в спортивном зале он такой не один. Все больше мужчин отказываются от бритвы. Психологи пришли к выводу, что на подсознательном уровне человек воспринимает обладателя бороды как более зрелого и привлекательного. Также психологи считают, что из-за снижения стремления девушек быстрее выйти замуж, таким образом мужчины стали стараться привлечь их внимание. Когда уменьшается в обществе количество невест, увеличивается в обществе количество мужчин с бородой. Может быть, это дань вот такой тенденции на сегодняшний день, что мужчинам хочется выделиться, запомниться и оставить о себе так привлекательное такое впечатление. Сейчас будем делать оконтовку бороды. К своему барберу Артем приходит пару раз в месяц освежить и подровнять форму. Именно барбер отвечает за красоту и стиль носителя бороды. В Барнауле с каждым годом подобных заведений становится все больше. Желающих много. Обращаются к нам довольно-таки очень часто. И это очень становится популярным. С каждым годом все больше и больше людей начинают понимать, что вид волос на голове меняет человека кардинально. Обучаются барберы в барбершопах, а также на выездных мастер-классах, получая знания от своих более опытных коллег. А все для того, чтобы помочь мужчинам оставаться в тренде. София Яценко, Николай Шелко. День с толком. На этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи.